Всем привет! Меня зовут Джин Лав, Анатолий Быков. И в данном видео мы поговорим о недостатках игровых клавиатур. А точнее, о том, что все игровые клавиатуры являются неигровыми. Сейчас я вам не просто об этом расскажу, я еще вам и докажу, и приведу доказательства, и покажу, что все игровые клавиатуры, которые существуют на данный момент, являются неигровыми. И когда вы ищете и покупаете игровую клавиатуру для того, чтобы поднять свой скилл, чтобы лучше на ней отыгрываете, приобретая различные клавиатуры, она вам не помогает это сделать. И суть игровых клавиатур для того, чтобы она улучшила ваш уровень игры. Но, к сожалению, этого не происходит. И в данном видео вы узнаете, какой должна быть именно игровая клавиатура для того, чтобы улучшала ваш уровень игры, скилл и так далее. Чтобы вы могли на ней классно отыгрывать, а не просто, как играя на обычной клавиатуре. Итак, начнем. Сразу хочу сказать, что досмотрите данное видео до конца, и тогда вы все поймете, какой должна быть игровая клавиатура, вот, какой должна быть игровая клавиатура, чтобы она реально помогала вам в игре, и вы отлично на ней отыгрывали, играли, и играли как суперпрофессионал. И чтобы эта клавиатура реально, собственно, улучшала вашу игру. Итак, в мире существует много различных клавиатур. Мембранные, механические, с различными типами переключателей, как на ноутбуках ножницы, там, просто мембранные, как черри переключатели механические, да, вот, и так далее. Но, какие бы там не были бы переключатели, или там использование макросов в клавиатуре, и других вещей, да, какие бы они не были бы, все равно эти клавиатуры не делают их игровыми. И первый, самый главный недостаток у всех клавиатур игровых, да, является то, что у них неправильная раскладка. Почему это так? Дело в том, что все раскладки клавиатур, которые вы знаете, они, все эти раскладки созданы, изначально были для печати и набора текста. Это первая вещь, самая главная. Это самый большой недостаток и самая большая ошибка в этой индустрии, когда компании пытаются создать игровую клавиатуру, но не понимают того, что она не становится игровой, и на ней неудобно играть на самом деле, вот, потому что здесь раскладка кнопок именно для текста. Если вы скажете, что это все зависит от человека, значит, он просто рак, криворуки, кривопальцы, не может нормально нажимать на кнопочки, да, вот, вы можете такое сказать. Но на самом деле, если раскладку сделать правильную, именно для игры, не для определенной игры, а раскладку именно для пальцев, вот, такую раскладку создать, чтобы вы максимально быстро нажимали на кнопки, чтобы вы максимально за короткое время переставляли пальцы по кнопкам и нажимали, чтобы не было лишних движений, тогда скорость игры на данной клавиатуре очень быстро возрастет. Итак, и начнем с того, что я начну сейчас сразу показывать, в чем, собственно, проблема раскладки. Вот, и первого большого недостатка во всех клавиатурах, будь то игровых и так далее, и других. Вот, если использовать данную клавиатуру и данную раскладку для печата текста, для напечатанного текста, это отлично все подходит. Но если использовать такую раскладку клавиатуры для игры, для того, чтобы тащить в играх, отлично отыгрывать, это не подходит. Итак, давайте посмотрим, в чем же суть проблемы. Проблема в том, что, как бы мы не ложили руку вот так, боком, пимпедикулярно, или даже если мы вот так будем как-то класть под углом, вот, как бы мы не ложили руку, если мы кладем руку и пробуем, допустим, вот, положили вот так пальцы, да, вот, или, ну, как угодно, на любые кнопки. Ну, для примера я буду вот так показывать. Положили пальцы, указатель на букву R, вот так вот, вот, все четыре пальчика. Вот, и, допустим, переставляем один палец. Если мы положили пальцы и переставляем один палец вниз, то видите, куда он попадает? Он попадает у меня между буквами D и F посередине. Он не ложится на кнопочку. Даже если я подвину руку и буду пимпедикулярно держать, вот, то есть он чуть-чуть уже, чуть-чуть сюда, чуть-чуть задевает край. То есть, но все равно он попадает на... между кнопок. То же самое вверх. Если мы палец просто перемещаем вверх, вот, просто расслабленное движение вниз или вверх, он все равно попадает между кнопок. Между кнопками 4 и 5. Он сюда попадает. И для того, чтобы нам переместить палец на пятерку, на кнопку вверх, нам надо под углом его перемещать. Если вы понаблюдаете своими ощущениями, то вы поймете, что это уже идет под напряжением. То есть, небольшое усилие нужно делать для того, чтобы отклониться палец в сторону. То же самое, если вы делаете вниз. Отклонить палец вниз, вот сюда под угол, это еще тяжелее. Это еще больше напряжения и искривления движения пальца. Вот. Или это нужно делать, смещать руку. То есть, саму руку так нужно перемещать, саму кисть. Что нам это дает? Нам это показывает то, что мы, если просто перемещаем руку для того, чтобы нажать кнопку, нам это дает, что мы делаем лишнее движение. Соответственно, если мы делаем лишнее движение, это у нас отнимает время. И, соответственно, если у нас это отнимает время, мы не можем быстро нажать на данную кнопку. Максимально быстро. Кто-то, если у кого-то есть игровая клавиатура, которая с правильным расположением кнопок, то он быстрее нажмет на данную кнопку, чем вы. Вот. Итак, первое, то, что мы теряем время на нажатие кнопки. И еще мы можем промахиваться с такой раскладкой. То есть, мы можем нажать либо сюда посередине, либо на другую кнопку. И так далее. Это не максимальная быстрая работа на кнопках. То есть, самый главный недостаток, то, что кнопки расположены неправильно. Я думаю, я вам это доказал и показал. Вы можете сами свои руки в любом месте положить на клавиатуре и посмотреть, как вы вниз. Вот. Даже любой палец вниз опустите, хоть этот. То есть, он, видите, он ложится вот на край кнопки. Вот на край. Не посередине. Вот. Или другой, или вверх, и так далее. То есть, видите, все будет неудобно и некомфортно. Почему это так? Посмотрите на свои пальцы. Они у вас прямые, да? Почему же кнопки нельзя сделать именно по прямой линии? Тогда было бы удобно сделать их по прямой линии. Тогда переключение и при передвижении пальца вверх или вниз по прямой линии у нас бы четко палец попадал на кнопку и люди бы не промахивались и не нужно было лишнего движения делать. Если это типа прямой линии, да? Каждый. Делать ряд по прямой линии кнопок вот таким образом это уже был бы большой, был бы плюс. Итак, следующая да, прямая линия. Ну, это еще не все. Посмотрите на свои руки и просто сворачивайте, да? И смотрите, как это все работает. Кисть, когда пальцы сворачиваются, да, когда вот в таком варианте, они тоже сворачиваются не совсем по прямой линии, а чуть-чуть под углом. То есть, видите, вот, чуть-чуть под углом это идет сворачивание. То есть, линия должна быть прямая, но она должна быть немножко наклонена к центру ладони. И тогда это будет максимально идеально. Вот, чтобы кнопки были вот так по прямой линии и немножко с наклоном как палец сворачивается по траектории, так и должно быть. Вот. Это про раскладку. Теперь давайте посмотрим на расстояние. Другое, да? Расстояние между кнопок. Вы никогда не задумывались над тем, что расстояние между кнопок тоже сильно большое. Допустим, мне, чтобы сейчас нажать на кнопку F5 или F6, дальнюю, да, приходится уже дополнительно тянуть кисть. Вот так. Да, тянуть кисть. Просто так я до нее плохо дотягиваюсь, еле-еле, да? Вот. Или там F6. То есть, приходится уже совершать дополнительные движения. Если мы расстояние между кнопок уменьшаем, вот тут примерно я уже замерял, и в других клавиатурах это расстояние даже больше, примерно 4-5 мм раздряние между кнопками. Вот, да, по вертикали, если вот так вот замерять. Нужно сделать расстояние между кнопками, я уже сделал расчеты, чтобы оно было 2 мм. И сами кнопки, мы видим, их нужно тоже уменьшать. Размер кнопок в среднем всегда у всех примерно 15 на 15, да, вот эта вот квадратная кнопка. Иногда я их делаю чуть продольными. Это тоже слишком много. Достаточно нужно кнопку сделать 13,5 или 13 мм, или 14. Все равно вы нажимаете только кончиком пальцев, да, то есть точкой. То есть, первое, что нужно сделать будет, это уменьшить размер кнопки, может быть, до 14, может быть, до 13,5 или так далее. Уменьшить размер кнопки и сделать меньшее расстояние. Тогда, в таком случае, мы, когда переключаем, тянемся пальцем до следующей кнопки, мы уже, расстояние будет сжато, это будет сжато, клавиша будет стоять ближе, и мы сможем, не совершая дополнительное движение кисти, руки, вот так вот, и так далее, сразу пальцем нажимать на ту кнопку, которую нам нужно, дотягиваться до нее, да, с одним движением пальца. Итак, нужно понять то, что любые лишние движения, руки и кисти, отнимают время. И нам нужно стремиться к тому, что если мы создаем идеальную игровую клавиатуру, чтобы было как можно меньше лишних движений и было максимальное быстрое действие при нажатии кнопки. Вот, это про расположение немножко я рассказал, про раскладку кнопок и так далее. Вот, что еще, какой еще большой минус у всех клавиатур, которые, типа, считаются игровыми? Минус в том, что я встречал вот эти вот, которые, клавиатуры механические, да, смотрел их, пробовал, и там у всех механических клавиатур очень глубоко идет нажатие, там, ход 4 мм. и вы можете сами тоже это протестировать и проверить. Если вы нажимаете на кнопку полностью, да, допустим, нажимаете на какую-то кнопку полностью, а потом переставляете палец на следующую, то есть, вот так я беру, нажал и переставил на следующую. Следующую надо нажать кнопку сразу же, да, нажал одну и тут же следующую. Вот. Если вы используете механические переключатели, вы увидите следующую штуку, вы нажимаете, кнопка глубоко проседает на 4 мм, и когда вы пытаетесь резко переставить на другой палец, то вы будете просто вот так вот упираться в кнопку, потому что эта кнопка нажалась очень глубоко. Следовательно, все механические игровые клавиатуры должны иметь короткий ход, то есть, короткий ход максимум до 2 мм, вот. А 4 мм очень много. Получается, вы палец утопили, а потом, чтобы вам нажать на следующую кнопку, нужно оторвать его, приподнять, и тогда нужно нажать на следующую. Вот. А просто резкое перемещение пальца не получается в механических клавиатурах, где ход нажатия кнопки 4 мм. Вот. Это еще один недостаток. Но это уже пошли нюансики, да, и так далее. И много других различных нюансов в клавиатуре. Итак, что еще? Ну, есть макросы, да, когда макросы там делают в определенном расположении, но это уже нюансы, да, вообще в идеале должно быть так, в игровой клавиатуре, вы сами выбираете, на какую кнопку назначить макросы. Не то, что вам предлагает разработчик клавиатуры, именно на этой кнопке вы можете сделать, а может мне неудобно теми кнопками работать. Может я хочу поставить макросы на какую-то другую кнопку. То есть, это все нюансы, это все то, что должно быть исправлено и изменено. Вот. Итак, что же теперь мы сделаем? Мы подведем небольшой итог, и я добавлю следующее, что для того, чтобы вы могли улучшить свой уровень игры, и отлично играете, и повысить этот уровень игры, это возможно сделать, если вы будете играть на действительно игровой клавиатуре. К сожалению, сейчас на данный момент не существует такой идеальной игровой клавиатуры для вашей руки, которая бы идеально вам подходила. Но именно этим я сейчас и занимаюсь. То есть, я создаю и разрабатываю игровую клавиатуру. Вот. Что же в идеальной максимально приближенной к идеалу игровой клавиатуры будет, в ней будет следующее. То есть, кнопочки будут расположены по одной линии. Они будут немножко с наклоном. Вот. Возможно, я сначала сделаю их просто параллельными, без наклона. Ну, то есть, будет очень удобно. То есть, человек будет по линии нажимать, будет смещено, уменьшено расстояние, человек будет дотягиваться одним пальцем, одним указательным пальцем и сможет нажимать на много кнопок. То есть, на один, два и третий. Не тянусь рукой. Да? И так далее. Так же и вниз. Опять же, посмотрите на свои руки. Видите, как лежит большой палец указательный. Вы никогда не задумывались, почему в мышках делают кнопочку сбоку, да? Знаете, в игровых мышках делают кнопочки, две кнопочки сбоку, да? А в клавиатурах такого не делают. Вот. Это же естественное комфортное нажатие. Когда вы можете нажать вот так на кнопку, да? Буковка В, допустим, мы вот так нажимаем на кнопку. И тут же мы могли бы нажать вот так на кнопку, да? Таким вот. Но таких клавиатур не делают. Кнопок сбоку с пимпедикулярным нажатием нет. Но это было максимально удобно и максимально комфортно. Или, допустим, смотрите, когда вы нажимаете кнопку, вот, допустим, с буквы Е, вот, средний палец, с буковки Е нажимаете на буковку Д. Вот. А дальше уже нажать на буковку Х, не перемещая кисть и руку, вам неудобно. Вы уже там промахиваетесь, скользите и так далее. Поэтому здесь, когда вы нажали на одну букву, вторую, здесь должна быть другая кнопка, вертикальная, которая будет нажиматься так же, как в мышках сбоку нажимается. Тут тоже должно быть нажатие такое пимпедикулярное. То есть, вот так должно нажиматься. То есть, упираться в палец. Вот так это должно быть. Ну, то есть, много я вижу недостатков во всех наших игровых клавиатур. Я решил это все исправить и создать действительно настоящую игровую клавиатуру. Вот. Настоящую игровую клавиатуру, в которой будет все максимально удобно и идеально для того, чтобы это реально помогало вам улучшать вашу игру и играли вы отлично. Потому что то, что существует сейчас, все на самом деле неудобно. Кнопки неправильные, расположение неправильное, расстояние неправильное, раскладка и, соответственно, не хватает просто дополнительных кнопок для удобной игры. То есть, в идеале, что должно быть еще? Можно же сделать кнопки вот так нажать, вот так, вот так, вот так. То есть, как палец. Нужно создавать, собственно, расположение кнопок и раскладку кнопок по вашей кисти. По вашей кисти. Вот. И, собственно, над этим я сейчас занимаюсь. Когда я создам такую игровую клавиатуру, именно игровую, настоящую игровую клавиатуру, я, собственно, вам все покажу, что, собственно, у меня получилось и насколько она сильно будет лечаться, вы тоже увидите. Ну, а сейчас вы просто можете следить за моим каналом и то, как все происходит, процесс, вот, и, в принципе, наблюдать за всем этим. И потом, когда я уже создам, возможно, это многим понравится, такая новая клавиатура, именно игровая. Возможно, люди захотят покупать и приобретать, хотя я в этом уверен, что это так и будет. Возможно, я смогу сделать на этом даже бизнес. Но это большие планы, а сначала я хочу вам показать и предварительно сейчас я рассказал, что я вижу и как должно быть все изменено. Ну, на этом все. С вами был Анатолий Быков и Джин Лав. Увидимся в следующих видео и уже в дальнейшем вы увидите мои разработки как по клавиатуре. Также я изучаю мышки, соответственно. Также я буду создавать игровые мышки и так далее. Но это все позже. Потому что для того, чтобы создать самому создать клавиатуру или игровую мышку, нужно много ресурсов. Соответственно, нужно разработать схему платы самому, создать схему платы, чипы и так далее. Все это очень сложный процесс. Нужно самому создать корпус, кнопочки. Все это создается с нуля. Потому что то, что хочу сделать я, не купишь в магазине, не купишь на рынке и так далее. Все, что я могу приобретать, это запчасти, допустим, какие-то чипы для платы и так далее. Какие-то запчасти. Но все остальное создается с нуля. Поэтому это очень сложный и дорогой процесс. И, естественно, это произойдет не очень быстро. Но когда я это сделаю, вы увидите, насколько классно это будет клавиатура и как сильно она будет улучшать игру игрока. Вот. Кстати, если вы захотите помочь мне в данной сфере, вы можете делать мне донаты. Ссылочки я оставлю в описании. И, если у вас есть такое желание, собственно, вы можете мне с этим делом помочь, да, и перевести какую-то денежку. Вот. Ну, а на этом все. Я с вами прощаюсь. Увидимся в следующем видео, где я буду периодически выкладывать, как, собственно, идет разработка игровой клавиатуры, как будет идти разработка, как идет разработка игровых мышек. То, что в мышках тоже есть много недостатков, там тоже много чего можно изменить и так далее. Ну, все. Всем пока. С вами был Атолий Буйков, Джин Лав. Пока.